Вот такие вот незамысловатые канадские трассы, минимум две полосы в одну сторону. На встречку, как видите, никогда ты не выйдешь. Ехать здесь можно максимум 119, но вообще лимит скоростной на сотню. Вот здесь вот 18-19, ничего. Будет 120, будет какой-нибудь штраф под названием, точнее там штраф номиналов 95-45. Абсолютно спокойно. А вот вы можете видеть сейчас, сколько это и чего там. 120 километров 3 поинта, 130, 4, 140 тоже 4. Да, но это означает, сколько у вас поинтов в правах забирают. Да, вчера нам уже сказали, да, сколько на молодого водителя дается и такого уже коренного. Это не важно сейчас. По поводу дорог, вот, интерстейтов этих, так называемых, здесь очень свободно ехать и машина потребляет намного меньше топлива. Все потому, что вот здесь есть две полосы и у тебя, у меня вот сейчас не проехали километров 200-300, не было ни одного момента, когда мне надо было вот динамично ускориться и обогнать. Все очень логично. Едешь в своем темпе чуть быстрее слева, чуть медленнее справа, тем самым ты ни один раз не используешь какие-то резкие маневры, соответственно, все безопаснее. То есть безопаснее, то есть безопаснее, чем это уже сложно придумать. И, конечно, экономишь топливо. То есть тут вполне реально там ехать на маленькой машинке там с объемом 1,6 и там 5-4,5 литра на сотню потреблять. Бензин недорогой там, доллар. Доллар с копейками стоит за литр. И сравните с Европой, как бы, и покажется это копейками. Мы сейчас, кстати, говорим о канадских долларах. Они стоят... 1 канадский... 1 штатовский доллар стоит 1,1 канадский. 500 меняешь, 550 тебе дает канадский. Вот. Ну так, смешновато. Мы сейчас не в самое лучшее время приехали. Это ноябрь. Краски сгущаются уже по зелени. Но в целом движение мы понимаем. Кстати, практически все едут больше 100, то есть 15, 18. Это такое уже приобрело привычный характер, видимо. То есть даже полицейский никак ничего нигде тебя не останавливает, если ты 120 не достиг. Иногда и валят 130. Здесь мы это, видимо, просто из-за того, что вот забывают наблюдать за стрелкой спидометра. Много траков, большие грузы автопоезда. Вот все они здесь, разные. В большей своей части 95% это капотники, американские капотники. Что еще? Маленьких машин на трассах мало. На вот именно таких междугородних. Мы сейчас едем из Оттамы, Торонто. Все так как-то спокойно, аж скучно. Я бы здесь через две недели уже захотел что-то натворить, наверное. Вот фура идет все спокойно. Как быдло поведение на трассах междугородних я не заметил вообще. В городах бывает, но даже не быдло. Там бабушка 82 года едет за рулем в режиме «я просто еду». Может резать ряд, тебя может подрезать. Просто старано уже со всем этим. Концентрироваться на всем этом. Как-то так. Я думаю, что это все очень частое. Меня очень ждет. КОНЕЦ Продолжение следует...